Сорт черная сосулька Сорт черная сосулька Очень высокорослое растение У меня теплица в коньке 3 метра Он уже по высоте Куст достиг И дальше еще растет То есть у него рост неограниченный Среднего срока созревания На 3 августа идет массовый сбор урожая Плоды относятся К сорта типу черноплодные Имеют темно-бурую окраску Они сливовидной формой С острым носиком Длиною примерно 10 см Плоды такие ровные Гладкие Масса от 80 до 120 грамм Не больше Не трескаются Очень красивого товарного вида Отлично лежат Томат кистевой В кисти примерно от 5 до 7 штук На веточке Вкусные Кислинка есть Томатная Ну скажу так Вкус у этого сорта Сбалансированный На разрезе мякоть Красно-бурого цвета Слегка может давать Пустоты Но это незначительно Семенная камера Очень хорошо выражена Семян достаточно Эти томаты Этот сорт Я конкретно высаживала Для цельноплодного консервирования Они для этого идеально подойдут Но также можно использовать И на кетчупы И на соки И так далее И хочу вам показать сразу Следующий сорт Это розовая сосулька По мне так они Ничем не отличаются Куст у них одинаковый Вкус по мне тоже одинаковый Единственное различие Это конечно уже Тем, что Это томаты Разовоплодные Вообще Об этих двух сортах Я скажу так Так что Прекрасные томаты Для цельноплодного консервирования Следующий сорт Это зеленая тайна личинки Высокорослое растение Среднеспелый сорт Листья у этого томата Картофельного типа Плоды Темно-зеленые Янтарного цвета Массой до 300 грамм Сами плоды Плоскокруглой формы Вкус балансированный По сладости По кислоте Но сладость Все-таки у него Больше присутствует Кожица плотная Благодаря этому Они довольно-таки Неплохо хранятся Что редко Для зеленоплодных Мякоть красивая Изумрудного цвета Семян довольно-таки мало Прежде всего Подойдет для Свежего потребления Для салатов Или просто в нарезке Также подойдет Для приготовления Томатных соков Кетчупов И соусов Насчет соков Я готовила В прошлом году Зеленый томатный сок Но не очень у нас Семья он пошел Не из-за вкуса А из-за цвета Все-таки томатный сок Должен быть Красного цвета Это по нашему вкусу А вот аджика Из зеленых томатов Когда подаешь ее К мясу Очень красиво смотрится И получается Очень вкусно Следующий сорт Это ирландский ликер Я его выращивала В прошлом году Понравился этот сорт Поэтому повторяю И в этом году Это тоже из серии Зеленоплодных томатов У него в полной спелости Плоды приобретают Такой янтарный Красивый цвет Если уже сравнивать Зеленая тайная личинка То сами кусты Отличаются только тем Что у ирландского ликера Лист у томата Обычный Такой резной А как я уже сказала У личинки Он картофельного типа Ну и самые плоды Чуть отличаются Ирландский ликер Более ровный плод А у личинки Он более ребристый По цвету все-таки У зеленой тайной личинки Он сам плод Более зеленоплодный А у ирландского ликера Более янтарный Ну и еще отличается тем Что все-таки Зеленая тайная личинки Она лежит Дольше хранится Сами плоды Чем у ирландского ликера У него шкурка Здесь будет потоньше Она может и лопаться На кусту А вот личинка Она на кусту Никогда не лопнет И лежит довольно-таки Очень хорошо Это для зеленоплодных Плюс В прошлом году Я подробно рассказывала Об этом сорте Хороший сорт Нравится Сладковатый Я вот как раз С него и делала В прошлом году Кетчуп Мне нравится Понравился Аджика то есть Ну и на разрезе Я аж тоже покажу На разрезе В принципе Как и зеленая тайная личинки Семенная камера Небольшая Мягкий Сочный Вкус преобладает Все-таки у него Сладковатый Отличный томат Я вам рекомендую Его посадить И вырастить Сорт томата Тетя Анна Это высокорослое растение Среднеспелый Довольно-таки Урожайный сорт Плоды крупные Красные Вообще Они из сердцевидной формы Но на кусту Таких томатов мало В основном Они все Слегка приплюснутые Довольно-таки Крупные Идут Массой От 200 грамм До 500 грамм Самые первые плоды Которые были На первых кисточках Они были Самые-самые крупные Они мясистые Семян довольно-таки Мало Но в то же время Они сочные Мякоть красного цвета Белой жилки Нет Вкусные Ароматные Кислинка есть Она чуть заметна Но вкус такой Знаете Сбалансированный И по сладости И по кислоте Замечательный томат Идеально Он подойдет Для соков Для соусов Для различных Видов заливок Аджик Ну и так далее Консервация Замечательная И в свежем видео Этот томат Просто отличный В салатах И просто в нарезке Сорт Сорт томата Президент Гарфилд Это высокорослое растение Среднеспелый сорт Плоды довольно-таки Крупные Они сильно приплюснутые Ребристость Очень хорошо выражена Внешне томаты Очень привлекательны Ярко-красного цвета Массой до 200 грамм И ниже Мясистые Но при этом Они очень и очень Сочные Семян довольно-таки Много Белой жилы Нет Вкус Я скажу так Что вкус У него Прям такой Хороший Томатный Кислинка Тоже хорошая Томатная То есть Кислота Здесь преобладает Над сладостью Это по моему вкусу Хороший томат Для заготовок Конечно Это для соусов Для кетчупов Для аджик Для разных Видов заливок Ну и также Для свежего потребления И хорошо он будет Еще Также для запекания И на огне И для фарширования Томат хороший Из 5 баллов Я ему даю Такую твердую четверку Следующий томат Сорт Томата Берри Это высокорослое растение Стебель крепкий Кисти длинные Очень красивые На кисточке От 10 плодов И выше Сами плоды Я Скорее всего Отнесла бы К коктейльному типу Потому что Они не мелкие И не крупные В форме Таких маленьких Сердечек Томаты Сами красные Блестящие Весом От 15 до 30 грамм Шкурка у них Средняя И что самое Хорошо Они очень и очень Устойчивы К растрескиванию Плоды Сочные Без пустот Вкус нежный Сладкий Они очень ароматные Именно этот Сорт Понравился Всей моей Семье Замечательные Томаты Применение Самое Простое Их можно Подавать В целом Виде На стол Разрезать Пополам И сделать Свежие Нарезанные Салаты Они Также Будут Красиво Смотреться В баночках Маринованные Но самое Лучшее Их Применение Это В свежем Виде Действительно Замечательный Сорт Эти Семена Мне прислала Моя зрительница Она проживает В Германии За что И большое Спасибо Действительно Очень Очень вкусные Томаты Я С них Буду Собирать Обязательно Семена Сорт Сан Марцана Я его В прошлом Году Выращивала Собрала Семена Эти Прекрасные Плоды Уже Получены Собранных Семян Характеристики Заявляют Что это Высокорослое Растение Но Понаблюдав За ним Уже Два Года Скажу Что Это Растение Среднерослое Потому что Достигает Максимум Полутора Метра А то и Ниже Сорт Среднеспелый Сорт Очень Высокоурожайный Формировать В один Стебель Нет смысла Я формирую В три И на Качество Плодов Это Никак Не Влияет Плоды Удлиненные Могут Достигать Десяти Сантиметров Они Собраны В кисти В своей Биологической Спелости Красного Цвета Они Гладкие С Небольшой Ребристостью И При Разрезании Отмечается Кубовидность Довольно Таки Плотные Толстостенные Стеночка Достигает Один Сантиметр Также Наблюдается Небольшая Пустотелость Эти Томаты Я выращиваю Исключительно Для Приготовления Вяленых Томатов Ни один Сорт Томатов Так идеально Не подходит Как Сан Марцана Я Уже Убедилась Потому что Сортов Для вяленей Я много Попробовала И вот Этот Сорт Он На 100% Идеален Для Вяленей Еще Он Очень Хорошо Подходит Для Приготовления Соусов Для Пиццы И Для Различных Видов Паст На канале У меня Есть Рецепт Вяленых Вяленых Томатов Со Мной Этим Рецептом Поделился Итальянец И Замечательный Рецепт Хранится В квартирных Условиях И очень Вкусно Получается Зайдите Посмотрите В плейлист Рецепты Выращивала И буду Выращивать Дальше Следующий Сорт Томата Амана Оранж Это Высокорослое Растение Средний Поздний Сорт Томаты Очень Крупные Начиная От 400 Грамм И выше И что Самое Интересное При созревании Уже Верхних Плодов Он практически Не теряет Свою Крупноплодность Сами Плоды Плоскоокруглые Хорошо Заметная Ребристость Кожица Тонкая Сами Томаты И на Разрезе Мякоть Теплого Очень Красивого Оранжевого Цвета Они Мясистые Но в то же Время Сочные Многокамерные Семян Практически Нет Вкус Томатно Фруктовый Замечательный Достойный Сорт Они были В теплице Неболявые И при условии Что в этом году У меня Большая часть Томатов Забрасывала Зависть То томат Амана Оранж Очень Урожайный Достойный Сорт Мне он Очень Понравился Идеально Будет Смотреться В салатах Просто В нарезке Также Будут Красивые Очень Вкусные Томатные Соки Следующий Сорт Томата Monkey As Это Высокорослое Растение Среднеспелый Сорт На кусту Встречаются Плоды Как плоскоокруглые Так и Сердцевидные Формы Примечательная Часть у Томата Это Раздвоение У основания Но Такое Встречается Не на всех Плодах У меня есть Фотография Я вам Поставлю Плоды Довольно-таки Крупные Начиная От 250 Грамм И выше Насыщенного Розового Цвета Такая же У них И мякоть Мясистые Сочные Многокамерные Семян Достаточно Вкус Вкус Напоминает Чем-то Наше Розовое Бычье Сердце Сбалансированные По кислоте И по сладости Кожица У них Тонкая Идеально Такой томат Подойдет Для салатов Для соков Ну и конечно же Для свежего потребления Несмотря на то Что в этом году У меня практически Все сорта Сбрасывались За ависть Этот томат Довольно-таки Урожайный Достойный сорт Следующий Сорт томата Это уже Экзотика Семена мне Прислала зрительница Канала И сорт называется Медвежий ручей Это довольно-таки Высокорослое растение Раннеспелый сорт Плоды приплюснутые Имеется ребристость У плодоножки Но что самое главное Это то Что находится внутри Они бикалорные С малиновыми Разводами Семена Семян достаточно Они находятся В зеленом геле Вкус Вкус У таких томатов Нужно пробовать Их очень сложно Описать Но он такой Сложно Насыщенный И сладость В нем есть И кислинка Замечательные томаты Их чем-то Даже можно сравнить С черным ананасом Но Сравнивая Допустим Эти два сорта Мне Медвежий ручей Сорт Понравился Больше Он очень И очень Трещиностойкий Может довольно-таки Долго Храниться Замечательно Смотрится Вот просто В нарезке Поставить на стол Сразу Выделяются Эти томаты Ну конечно Можно в какие-то Заготовки Но По большей части Такие бикалорные Томаты Это конечно Для свежего потребления Такую красоту Нужно есть Прям с куста По урожайности Я ничего сказать В этом году Не могу Потому что Этот показатель Смазан Большинство сортов У меня Потеряли зависть Но Плодов было Достаточно много Они Среднего размера Ближе к верхушке Чуть мельчают Замечательный Томат Буду собирать Семена Достойный Очень достойный Сорт Всем привет Сегодня уже 26 сентября Московская область Это моя стеклянная Теплица В которой я выращиваю Сортовые Высокорослые Томаты Как видите Теплицу я уже Убрала Помыла Привела в порядок Грядки И вы сейчас Посмотрели Обзор Отзыв Сортов Томатов Которые я выращивала В сезоне 2020 Но к сожалению По некоторым обстоятельствам Я не смогла вам Показать все сорта Которые я выращивала А это 25 сортов Из них 21 сорт Это новинки Остальные Это любимчики Которые я выращиваю Каждый год Я знаю Что вы По крайней мере Многие любят Мои обзоры Отзывы О сортах Но вот К сожалению В этом году Не получилось Все подробно Так заснять И показать Хотя многие сорта Мне очень понравились Большинство из них Перейдут На следующий год Некоторые томаты Есть Которые Не понравились В этом году Этот год Вообще Очень сложен Для выращивания Всех культур Даже в теплицах Потому что Кто знает Что в Московской области Были колоссальные Просто перепады Температурные перепады И в этом году У меня Томаты Сбрасывали зависть Но несмотря на все это Урожай был достойный Помидоры были Вкусные Красивые Я не гоняюсь За сортами Которые Дают большое урожай Для меня Первый критерий Это Чтобы был Томат вкусный И красивый А урожайность У меня уже На последнем месте Потому что Выращивала я Те сорта Которые Давали колоссальные Урожаи Но в семье У меня их Никто не ел Они просто выбрасывались Поэтому Я сейчас Высаживаю Томаты Которые Прежде всего Вкусные Завтра Я буду продолжать Подготавливать Теплицу Грядки К следующему Сезону Никогда Этот момент Не оставляю На осень Но это уже Другая история Это будет завтра А я вас хочу Попросить Написать В комментариях Какие в этом году Вас порадовали Томаты Прежде всего Вкуса Давайте Пообсуждаем Томаты В комментариях А я желаю Вам всего Самого хорошего И всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому